Значит, что мы делаем с вами дальше? То, что я успел посмотреть, пробежаться чат-басками, очень похоже на то, как оно выглядит в больших и серьезных компаниях, которые этим зарабатывают деньги. Например, 6-20 лет. Да, в Химонске у вас есть первенач. Компания, примерно, с 7000 человек. А вы... Почему они тут делают пару месяцев, берут дать такому-то деньги? Возьмите сюда полтора часа. Сколько за это? Мы вам ничего не заплатим. Потому что это было for fun и за печенье. Значит, что мы делаем дальше? В течение следующих 5 минут постарайтесь, пожалуйста, сформировать два списка. Первый список. Что сейчас плохо, исходя из анализа, который вы провели? Второй список. То есть, на самом деле, те нерешенные барьеры, которые сейчас существуют. Там нету хэштегов, хрен знает, как пройдут. Ну, и еще какие-нибудь там вещи, да? Ну, например, холодный кофе. Холодный кофе. Да, холодный кофе тоже туда же. Вот. Второй список. Это что нужно сделать, да? Причем не надо писать горячий кофе. Понятно, что если была проблема с холодным кофе, то мы сами догадались. Лучше там написать какие-нибудь дефолтные вещи, или вести страницу, да? Или там дополнить третий. Или там посадить больше девочек на телефон. Или уйти от телефона, там, фибрая. Ну, то есть, как это решено? Задачка понятная. А дальше другой человек, не тот, который представляет людей, выйдет и расскажет нам очень кратко такой твич, да? Что было обнаружено плохого, а что было обнаружено хорошим. Пять минут готовим список после презентации и вопросов. И Twitter, ребят, зарегистрировалось в Twitter только для хэштегов «Expression», надо вас съединить все заметки и участия. По-моему, это не. Это, на самом деле, было объявление нашей страны, «Зеленая мама». Зеленая мама пришелся, подарилась. Мы сейчас будем рассказывать друг другу, что же было хорошего. Это нет, на самом деле. Коллеги, минуты снимаем. Следующие 15 минут. Мы с вами накладываемся в последующих порах. Нужно чуть больше. Но не было. Это кто... Ну, в смысле, кто ходил, да? То есть, у кого... Про кого сейчас я думал про персонажа. Второй, да, персонаж. Второе. Что сейчас плохого? Следующее. Что может быть хорошим? Желательно это вместить в 3 минуты. Продающие презентации на лево-топич, по-моему, там не дают. Лево-топич, по-моему, там не дают. Лежит в минуту, тогда и удается продать намного миллионов, но он здесь задает. Ну, почему взрывается лево-топич? Потому что они входят вместе с большим человеком близ, пока они идти, и мы вместе разпадали. Потому что... У нас первый лифт, у нас просто сидит манка. Где-то телево-топич, поображая. Не вытащить с ним. Итак, кто хочет начать? Татьяна. 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 Только давайте я вот сейчас поработаю... Вот это вы покажете? Да. Итак. У нас был человек, он назвал Владислав. И кто у нас был? Он у нас был владелец бизнеса небольшого. Который был заинтересован в конференции. Сделали создать... Попиариться, провести свой доклад. Таким образом, получить фидбэк и совершенствовать свой продукт. Или создать... Сам фиарш. С какими проблемами он сталкивается, когда проходят тончики? Давайте, давайте просто сразу проблему, чтобы... Детально можно помочь. Сайт не актуален. Он выходит не в 2009 или не в 2010 год. С них нет информации, нет разбивки в разметке. Сайт не на первом месте. На первом месте стоит гугловский или гуглей в Яндексе, другой сайт. Сайт на четвером месте, естественно. Сложно найти... Арминивератор, впоследствии? Да. Сложно найти дату и адрес проведения. Так как ты попадаешь на 2009, тебе неизвестно куда идти. Карта проедет не дистиллизированной. Ни для проезда, ни для прохода. Ни на... В целом, то что одностороннее движение. Ни шпота когда идти. А, надо же себе постороннее послушать. Да. Нет списка участников. Компании участников. Интересно посмотреть, что... От кого... Нет, 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 нет. Нет тех, кто придет, не надо слушать и видеть, что так звучит. Ага. Мы сами соберли. Все почувствовали. Я не почувствовала... Не обеду. Я тоже не почувствовала. Коридоры тесноваты, если честно. Видеотрансляции. Слабоватенькие, потому что это только в одном зале. Нет инструмента аналитики для докладчиков. То есть мы, как участники, представляем себе эту данную. Что должен быть какой-то некий инструмент для того, чтобы докладчик смотрел, как на него реагирует аудитория после выступления. Да, простите, какие названия? Мудометр. Муд настроение, да? Одно время этот инструмент висел на S5.ru, потом они его переименовали. Соответственно, мне такие жирные кнопки слить. Ништяк на сайте. И нет списков конфет для кулуара. Например, если он теряет какого-то спонтера. В качестве докладчиков упирается продукт. Ехать ему. Потусить он не видит. Что можно сделать лучше? Можно актуализировать информацию. Это вот так. Дать список участников. Да. Во-первых, привязать список участников к CrossID. Немножечко поменять организацию с советами. Организовать видеотрансляции в режиме онлайна для всех залах. Наверное, реалтайм голосования для участников. То есть какой-то инструмент, обратно следует. Да. И, соответственно, вынести список. Вы захочете рядышком. Из того, что я помню, как мы с вами обсуждали. По идее, этот инструмент для докладчика еще должен и показывать ему, что потом после конференции произошло. Насколько хорошо его доклад разошелся. То есть то, что у клаута принимается как акват аудитории, там речь и все остальное. Вот это вот нашу докладчику. Золото и здорово. Круто. Кто бы ехал? Шучу. Далее, а вот ты не хитишь. Ты там это все сложишь и отдашь ей несколько шучу. Дальше. 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 Все прямо относитесь с электростынками. Я их поэца. Оооо. Смотрите, я с ним включаю. Да. Машин. 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 Своё. Среди. Среди. Машин. Напомните, она сюда приходит контакт, да? Малайд. Да. Поиск команды, контактов, установка деловых связей. Тусовщик на деловой связи. Сдача визита. Так. Сдача визита, да. Значит, минус непостоянное развязание. Так. Вариант решения. Оперативное оповещение в изменениях. Минус несбалансированная программа. Плюс перераспределитель интерфек, одна тема. Минус дорого. Плюс гибкая система, допустим, в один день. Я не пришёл, второй день не пришёл. Соответственно, меньше заплатил. Либо для обоснования, например, начальству некая сертификация, что там искалил, принёс сертификат, так нельзя деньги проехать. Значит, недостаток информации для убеждения начальства. Минус. Плюс. Летальная программа с акцентом на весомых спикеров и спонсоров. Минус. Отсутствие указателей при перемещении нужной точке. Плюс, соответственно, много указателей начинает быть должен. Минус. Нет версии для печати программы. То есть, реально столкнулись со сложностями при перемещании программы. Плюс. Это значит, официальная версия для перемещателей. Программа может быть или переселивая, в которой можно просто перетертираться и размещать. Минус. Неудобная форма регистрации на сайте. Плюс, соответственно, юзубильный тестирование формы регистрации на сайте. Скорее, отказ от стандартного спресса своего планирования. Я просто помню, что там. Минус. Допустим, с визитками собирались и погрязь, это была подгрузка. Это раздача, чтобы он в визиты впустыли, где можно было филы начеркать те же. А, то есть на самом деле у нас где-нибудь здесь должны стоять были базы с какими-нибудь бумажками, которые можно быстро начеркать что-то и отдать телефон. Интересно. Какая-то уже для всех страны не брать. А плотно при деревне может быть? Да. Плотно, то есть не подкурочек и вся. Плотно это большая штука. Ну, отрывал страничку. Ну, отрывался опять к стикерам. И кэшерный как-то. Да. 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 Никуда найти. Следующих. Значит, куча бумаг для организации и инвентации в процессе. Соответственно, подготовить один ПДР-гайд или общий ПДР-документ в одном месте. И последнее отсутствие собранных презентаций в одном месте. Было бы удобнее всем, например. Делать доклады, соответственно. Можно сразу эту презентацию у себя брать параллельно. Вопрос, спрошу прощения. Я пропустил, наверное, там тоже список участников. Говорю, поскольку если она хочет бизнес-контакт установить, то ее логично было предположить, что она уже будет знать, как на самом деле, кому бы она хотела задать. Поэтому, как минимум, ей нужно было догнать их в лицо, а для этого участники должны были бы быть фотографии. Ну, не успеют, честно говоря. Ну, не успеют. Я понял. Но список большой, и он у нас сохраняется. Спасибо большое. Реакция вашего решения. Окей. Выживший после кофе-брейка. Это вам, наверное, да? Да. Мне будет немножко тяжело. Нет, на первой части. Это классно. Это круто. Мне вот рассказали, и я все нормально читаю, получается, что можно было заменить все предыдущего. Не знаю. Вот. На самом деле, у нас есть персонаж, который работает в небольшой компании. Это программист, который ехал в сенаторе, прошу прощения? Да. Это программист, который еще и проектирует кофейсы, при этом очень так вооруженный в тематику, да? Да. Все правильно. Дайте, ну, на сегодняшний случай, вот эту штучку. У нас на самом деле. Все хорошо едет. На самом деле, есть такой, ну, момент какие-то общие для всех, их уже озвученные, постарайтесь повторяться. Вот. Ну, для него особо стоит проблема, что это тоже, потому что, помимо стоимости участия и стоимости проживания, стоимость перелетов, поэтому есть смысл как-то отдельно написать на сайте, какие гостиницы самые решенные, можно предусмотреть на расстояние место. Может быть. Долго, его не хочется сейчас отпускать, но это просто можно перелить, ну, не знаю, тем, что все очень интересно. Здесь все порядка. Ну, либо, на самом деле, сделать ему вот такую рабочую зону, с которой, ну, вы какие-то вещи рабочие решили. Гарантирует, хороший байф-байф. Хороший. Ну, или не было, да, комната, где можно ввести, и чтобы шума не было. Да, 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 тихая комната для телефона. Супер. А, вот. Еще он все-таки не очень в день, потому что он интересуется. У него есть проблемы, он не понимает, о чем заплат. На самом деле, не всегда как-то очень хорошо. Байф-энстезис, может быть, интернетация как-то, или на того-ориентированном шуме. А, да, да. Хорошо. Окей. Вот еще проблема, которая лично к этому человеку относится, не в целом, а именно его проблема. Хотя, может быть, нет. Он не знает, с кем пообщаться, и так как он программист, он инфровер, он не знает, как пообщаться. Поэтому, может быть, имеет смысл на бейджи чуть подробнее указать, чем человек занимается не просто название компании? На некоторых нет даже названия компании. Они выбирают какое-то имя. Рискну еще больше. И фотографии, да. Фотографии потом сделают невозможными адвентбейсами. Вы же знаете, это традиция. Значит, это здорово. И еще круче можно было бы, например, забить стрелку прямо на сайте с кем-нибудь участников. А, типа, собираемся у фонтана. Собираемся у фонтана, обсуждаем фототопы. Это первое. Второе вещь. Уже понятно, что бумажные бежики это круто, но мобильное приложение с возможностью определить кто в окрестности тебя в каком направлении. Куда надо же дойти до той самой Светланы Сорокиной, чтобы с ней поговорить. Где ее искать? А? Как же править? Ну, бравился, кнопку нажал, тебя не поняли. Ну, на самом деле, это разве что GFX, то почему в различных помещениях? Потому что... С GFX, то есть, ты же минимум с... Нет, ну это не работает с помещением. Да, разговаривая, значит, обращение это я не понимаю. Но тем не менее, туда тоже можно. Ну да. Может быть, имеет смысл какую-то территорию сделать, когда человек заходит, когда он, в принципе, готов с ним пообщаться. Потому что... Многим голову нам не в столь к нему пообщаться. Готов пообщаться на такое? Или он ведется, не знаю, в какой-то печени. Обозначим готовность к общению каким-то образом либо территориально, либо человеком. Да, может быть, для... Состояния свободного. Для тех, кто стесняется, это будет понятно. Да. Дополненно реальность. Ну, а мы тебе еще не знали, что сегодня, когда я снял за столиком? Это скорее всего, как это время это происходит. Есть еще проблемы, но они уже более общие. Например, сегодня вам была проблема, чтобы место в зале было на первом мастер-классе, которое в этом помещении, на первом мастер-классе. Ага. Наверное, нужно это решить. Вести назад вместе с трансляцией. Как? У нас есть другое решение. Заранее узнать интересы. Это все же идем поехать или пойти, отмечая легалочки и куда не пойду. Нет. Не все. Ну, бог с ним. Многие. Можете сделать это в онлайн и заранее будет примерно... Примерно, как просто на доклад. Их ты поехал. Супер. Здорово. Спасибо большое. А вся первая часть была, на самом деле, посвящена тому, чтобы вот его... Девочка-клубочка. Да, та самая фотография, которая привела. Да, да, да. Напомните мне, она... Ко... Которую отправили... А, которая сильно-сильно надо. Которую не сильно надо. Она вообще маникирует ничего. Она маникирует, да. Ну, мы тут написали плохо, нет маникирует. Понимаю. В общем, здесь происходит плохо. Плохая карта. Понятно, когда идти нет, не указать. Причем указатель нет ни на улице, ни внутри по аудитории. Где регистрация, то есть ничего не видно, где аудитория, как она находится. И вообще плана нет. И вообще плана нет, что ли? Главное, нет. Да, плана нет. Нет регистрации... Неудобная регистрация, толку народу. Непонятно, куда ткнуться, это же надо. Нет информации языка докладов. Да, Людочка очень неправда. Она к завтра пришла, она близко докладов, чем не понимает. А паспорта она не взяла? Потому что она вообще паспорта не взяла. Нет информации. И на самом деле нет информации. Изначально не видят, что вообще можно взять переводчик. Ага. На входе на иностранство будет давать переводчики. Да? Организация металлических перерывов. Нет часов в школе. То есть, видно, расписание есть, докладов часов нет. Линия, которая бы приближалась к шоуму-то из докладов, чтобы было понятно, что сейчас... Нет, третьего заявления. Или объявление какое-то, чтобы сейчас там в какой-то кудитории, в какой-то доклад. Или мобильного приложения, на котором это трейкается. Ага. То есть, я мечтаю о мобильном приложении. Ей даже это надо. Нет информации документов, которые будут продавать в принципе. Вот. Здесь было примечание, насколько важно, когда начинается тот или иной доклад. Ей, на самом деле, это не сильно важно. Нет, но ей надо даже успеть, потому что она часто стесняется чем-то. Я вообще не понимаю, это важно или не важно. Да, то есть, ей просто нужно попасть. Ей нужно попасть сюда. Олег. Окей. И? И всё. Что хорошего можно сделать? А что они выключили? А что они выключили? Вроде людей, которые хотят стать вопросом, по аналитику документов и как править, там, подавить новые крышки. Обозначить, там, доклады. И на сайте выложить информацию о том, что они вообще будут, и что нужно взять документ, что можно взять переводчик. Что будут эти переводы, синхронные, для их комфорта. Ещё я слушал планы аудитории, что у тебя завершили. А ещё, может, при регистрации сразу же ставить номер, что ты посетил конференцию. И она может спокойно видеть. Да. Бля. Спасибо большое. Здесь ручка, но ещё тут много. Кому интересно? Речь идёт о продавце, то есть продавце товара, либо в смысле услуги, либо девайса, либо что-то. И продаёт лицо, на самом деле, визитки себе? Из того, что написали, значит, плохо, нет возможности анализации с Google Play. Расписание, оцене накладов невозможно никуда перейти. Значит, нет указаний от GPS. Товарищ ещё, в принципе, приехал на машине. И мало того, что он долго искал как бы подъехать, потом ещё и встрял на то, что негде поставить. А я ещё тогда добавлю, нет указаний, что после всех находится Google Play. И после девятнадцати отсюда никто не выйдет на своих машинах, потому что всё будет запружено хамерами. Спасибо. На сайте нет схемы расположения, что где расположено, где где стенды какие и что. То есть даже плану стендов демонстрируют такую историю? Да. Круто. Нет. Также на схеме не указано, куда можно побежать, чтобы было клиент более подробно оправдываться. Ага. И... Да. И информация от посетителей в связи с того, что он продаватель, да, то есть он заранее посетирует... Поднятие возможности. То есть на самом деле нужно что, список участников, но с возрастями, с компаниями, с фотографиями, что, например, за Google? Да. Ссылки ВКонтакте. А. Ещё знать, где этот балет будет, когда... О! И где этот человек будет какие-то оплаты слушать. Тогда можно прямо в смугу, что ли. Спасибо. А? А? А у нас пока местами не торгуют, хотя это хорошая идея. Для снижения цены, да, кто поближе от продаж, кто дорожит, пока от продажа. Следующий, на крайний, сегодня... Так, всё по ходу ходит. Ну, знаешь, вам придется от туалет. Да. И водили мы его кругами, и водили, а он всё, зараза, никак не отвалился. Ну, значит, шеф? Шеф. Шеф это шеф отдела, а не шеф... Да, да, да. Дайте мне фотографию. Я так перешу его. Так. Вот. Это который мы ему пластик вводили. Да. Да, да, да. Вообще, всё началось с того, что у людей была проблема с пользователем на сайте. И тут внезапно от одного из сотрудников пришла ссылка, что там приедут обсуждать возможно. После чего шеф пошел на сайт и, собственно, решил узнать, где их будут обсуждать. Давайте мы сформулируем... То есть весь путь... Хорошо, что он у вас прописан, давайте мы с него экстракт сформулируем, что плохого было, что плохого. Хорошо. А когда он попал на страницу Питера Морлия, то там он знал, что будет еще мастер-класс от него. И когда он в него зашел, то там было все очень непонятно. В частности, информация о самом мастер-классе где-то была внизу, по каким-то текстам, по всяким заголовкам. Решение этой проблемы заключается не в том, что нужно информацию вот такой-то поднять, а где и когда опустить наоборот. И, собственно, дать этим частям... Ну и вообще аккуратнее провязывались вещи от докладчиков, когда-нибудь. Да. Еще у него возникла проблема, когда пытался поднять замайсовый МТС и прочее. То есть проблема с вопросами оплаты. Мы не в смысле денег, а в смысле юридического и классового управления. И дадут, и дадут тогда. Да. Ну, нужно ее, собственно, указать. Еще что? Когда уже приехали, то возникли с навигацией в городе. Это уже указывалось. Куда ехать, как идти, куда посчитать. Ну, допустим, он приехал на метро. Сейчас абсолютно не бывает, как пойти. То есть там была какая-то стратегическая карта на сайте и все. Ну, во-первых, нужно динамическую карту сделать на сайте. Во-вторых, нужно при выходе из метро на каждом из углов поставить указатели. Ну да, это, правда, запрещено нормой. Ну, как минимум. Да, может быть. Может быть. Людей можно поставить? Нет. На Крилл он поставит поставить. Назвать как вы ставите. Дальше. Да. Когда пришел сюда, то нашел собственную программу. Хотя она вот здесь вот есть. То есть девочка должна говорить, что у вас есть информатива. Да. Еще? Да. Не сказали. Не сказали, если вы можете. А-а-а. Люди мы уже... Да, уже нет. Когда вы делали определенный сеанс с расписанием, он обследован в информативе. То есть там просто статичное какое-то загружение и все. Там не отличается ни текущее время, ни то, что было, ни то, что идет. И куда, собственно, идти. Трудности с наказом в центре тоже указывали. Ну, нужно хотя бы бумажную карту в помещении. Да. Я нашел переводчика тоже. Проблемы. Да. Тоже было, наверное, поставить этот заметный указатель, что вот здесь переводчик. Ну, и еда, на самом деле, не очень правильно как давалась. Решение простое. Нужно, чтобы к моменту окончания какого-то кода выступления еда уже была. А не ею. Ею наносили по ходу. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Итак. Значит, из того, что, возможно, осталось закатывать, но, тем не менее. А вот в деталях. Здесь можно еще больше деталей увидеть. То есть, например, можно было сделать маленькое предложение, которое вам обновили версию сайта, которое бы до части этих вопросов отвечало, о которых вы говорите. Можно было бы действительно напечатать карты, что где расположено, можно было бы сделать интерактивное табло, не обязательно пользоваться местными, а можно было поставить свои, да, и так далее. То есть вот таких вот вещей много. На сайте можно было бы показывать, там, мы уже сами сказали, и участников, и где они, и что они хотят посмотреть, и сколько хотят посмотреть, что, да. И для докладов дать тезис, и кому будет интересен, да. В общем, много вещей, которые можно было бы улучшить. Понятно, что если бы я над вами не стоял с Энгером, наши девчонки не бегали бы и не отвлекали вас. Я шучу, Тать. Спасибо тебе большое. Оксана, тебе тоже огромное спасибо. Я думаю, что, наверное, спасибо вам. Так, девчонкам большое спасибо за то, что они там нам помогают. Поэтому вот, если бы не тайминг, если бы не формат, понятно, на что нужно сфокусироваться. Да, если мы улучшаем сайт, значит, мы смотрим, как он поддерживает код, как он поддерживает то, что будет до. Если наша задача улучшить целиком эту вещь, например, владельцами магазина или распространяя мобильные приложения, наши собственные, тогда понятно, что там вначале можно было бы поддержать, переформулировать какие-то вещи. В нашем случае там куча бумажек порождалась, которые на входе нужно было вместе с навигацией. Собственно говоря, это и есть основная ценность этого инструмента. Вы понимаете ваш продукт куда именно встроен, в какие моменты к нему происходит обращение, с каким бэком происходит обращение, то есть какие ожидания есть на момент входа, какие ожидания сформулированы с момента выхода. И вы получаете возможность интерфейсно эти вещи поддерживать. Либо организационно. В нашем случае много вещей были связаны с организационными вопросами, это тоже нормально. Кстати, часть организационных вопросов всегда можно решить в этой песне. Теперь у меня вопрос к вам. Ваши вопросы. Вопросы есть? Если есть, то давайте задавайте. У нас есть еще на это время. Сколько персонажей таких достаточно? Жалко. Отличный вопрос. Значит, коллеги, традиционно считается, что работать один сервис, удовлетворять на сто процентов, больше, чем одно сервис. Поэтому всегда обычно выделяется полный спектр персонажей, которые у нас существуют. А дальше между ними ставятся, кто важнее лица. Леса какие-то или еще что-то. И дальше мы с вами на самом деле можем сделать следующим образом. Если времени совсем нет или нету совсем денег. Мы рассматриваем для тех основных, которые должны быть, а все остальное сливаем. Либо мы делим команды на какие-то кусочки наши, и параллельно, что, кстати говоря, было сделано в ряде команд, параллельно прорабатываем разные вещи как-то независимо, а потом смотрим, можно ли этого ежа превратить в лужа, сложив все те проблемы и все те находки, которые были, так, чтобы они не порвали нам ни сайт, ни людей. Поэтому ответов в виде ответного числа здесь нет. Вопросы, исходя из тех задач и тех ресурсов, которые у вас есть. Но не меньше двух. Основной, который на 100% должен быть удовлетворен, и вспомогательный, который не частично удовлетворен, а частично, может быть, может уже покопаться. В нашем с вами случае для конференции принципиально важным было бы двух рассмотреть товарищей. Это, собственно, участника, потому что ему нужно билеты покупать, и это, блин, проблема. И докладчику, потому что ему, на самом деле, нужно понять, а куда он вещает. Поэтому на сайте можно было бы эту часть докладчику и сделать бы немножко это перевести, например, в общение с организацией. В общем, это вопрос совершенно. Еще вопрос. Вопрос из серии обоих и обоих посудах. То есть насколько это подробно? Насколько это подробно у них в сервисах? А у кого продукты? А у вас продукты являются частью сервиса? Всегда. То есть именно его? Всегда. Если бы дали заказчику замечательный интернет-сайт с высокой юзобилии, то есть сам сайт работает великолепно. Заказчик его берет, вот мой личный опыт, да? Увеличили ураганную конгрессию на сайте. Звонки взлетели в 50 раз. Что случилось у заказчика? Ёбнулся полцента. Если бы было посмотрено шаг назад, шаг вперед, этого бы не произошло. Кейс, с которого я начинал утром, да? Великолепная форма регистрации. Ураганная конверсия в электронную. А денег в магазине нет. А почему? А потому что не перезванивают после этого. Это не просто. Хорошо. Это вопрос будет. Скажем так, минимальный масштаб, на котором схема уходов, то есть шаг назад, шаг вперед. То есть если... Минимальный масштаб определяется той эпосистемой, в рамках которой ваш продукт должен работать. Если у вас продукт интернет-магазин, на них уходится, например, трафик с поиска или с интеграцией с Яндекс.Маркетом, а уходит он, например, в виде звонка, тогда у вас вот эта вот граница. Если у вас, как в нашем случае, сайт-конференции, то, к сожалению, граница сильно шире. Если это не сайт-конференция, а мобильное приложение, там еще другая история. Например, с Яндекс.Маркетом, напомню мне, как фиксируют словно на конечность. То есть это сустав, дом или сустав после? Похоже. Похоже. На самом деле, смотрите, какая история. Вот ваш сервис, вот то, что вы проектируете, у него может быть два случая расположения. Первое, он локализован в окрестностях какой-то точки. И тогда понятно, что одну точку плюс, одну точку минус. Наш он локализован. Либо у вас может быть размазан. И тогда вы вот там, где он размазан, тоже берете точку плюс, точку минус. То есть фактически весь кинт-конференция, это один кинт-конференция? Весь пусс, это да, это даже не сервис, это вся история. Это вся история. Тут много сервисов задействовало. Но если нас интересует улучшение сайта, то мы знаем, что его нужно вот здесь поправить, здесь и вот в этой точке. И вот сюда он приходит с такими ожиданиями, а уходит там в социальную сетку. Угу. Еще вопрос. Был не заданный вопрос про то, что считать барьером. Да, вот это сложно разобраться. Окей, что такое барьер? Значит, смотрите, в чем история. Здесь я, наверное, начну рисовать, и кажется, нам даже пригодится работающая камера и маркет. Лучше. Вот смотрите, вот до момента работы с вашим... Вот намолите озарение, да, вот здесь вот. У него уже формируются какие-то ожидания. Эти ожидания формируют у него вполне конкретную классику, что он хочет получить от места, куда он пришел. Барьер возникает, собственно, в месте, где ожидания расходятся с реальным получаемым опытом. Да? Вот, условно говоря, вот он пришел на страницу. Вот эта страница в его мозгу, в принципе, состоит как бы из двух частей. Это то, что я ожидаю, ожидаемое, да, а это реальность. И вот барьер — это конфликт реальности с ожидаемым поведением. Я ожидаю увидеть информацию, сколько это стоит. Я не понимаю, где мне ее найти. Первый барьер — непонятно, где найти его. Я не ожидал, что это будет так дорого, барьер, стоимость. Что является стимулом в данном случае? Стимулом является все то, что позволяет снять этот барьер, либо уменьшить его значимость, и перейти к следующей точке контакта. Конкретный пример — дорого. Если дорого, надо объяснить ценность. Понять, за что платят за эти деньги, да? Тейфронт никогда до этого в Россию не приезжал, является признанным экспертом в области customer experience. Это правда так, он один из мировых шести или семи людей, которые стояли в основании этого. Это double button, и многие наши клубы и так далее. «А, понятно, почему так так идет?» Ну, у слова. Таким образом получается, что на вход в точку контакта приходит ожидание. В точке контакт они либо оправдываются, либо не оправдываются, и вот в той части, в которой они не оправдываются, это барьер. В той части, в которой не оправдываются, это в лучшем случае стимул. В лучшем случае… «О, Крюто! Ну все, как я предполагал». предполагал. Все хорошо. Вот такая вот история. При этом, обратите внимание, что чем еще хорош Customer Journey, да? Ожидания формируют в том числе и наши точки контакта. По выходу отсюда у него будут уже другие ожидания. Те, которые мы у него создали, искаженные методы. Еще вопрос. Скажи подробнее, пожалуйста, про применимость метода. Ага. Применимость метода была у кого? У меня вопрос вот про то, как лучше собирать информацию о его персонале. То есть я, например, знаю его цель, я не знаю... Значит... Про то, как собирать информацию о наших пользователях есть замечательная книжка. Называется Handbook on User Research. Короче. Кажется так. Это такая тамина с несколькими этими самыми. Там рассказывается, как, в каких условиях какой метод применяется. Соответственно, вы, ознакомившись с ней, именно как спав со справочниками, спать с ней как книг ей не надо. Это справочная информация. Она не по вседневной жизни. Просто она одна из лучших книжек, правда. Она очень хорошо написана. На росту ее, к сожалению, нет. Значит... Скажу потом, как можно получить... Из-за того, кажется, что проблемы... Ну и вообще таких книжек тут на тему того... Точнее, материалов на тему того, как собирается информация. Но глобально у вас может быть... То, что было у нас, так называемый без самих людей. Важный момент. Надо людей, которые знают этих людей, привлечь их коктейлы. Второй вопрос. Это анализ статистики. Блоги, журналы, варианты использования. В общем, любая статистика. И какие-то гипотезы на основании нет. Это качественные методы разговора, интервью. Количественные методы, опросы и анкетирование. Опросы это... Можно посадить девочку на телефон и там 100 звонков совершить. Или включить это в стандартный цикл, если у вас там, например, заказчик уже это делает. Или дать ссылочку, в которой они запомнят анкету. У каждого из них есть свои минусы, свои плюсы. При обработке это входит до рамки нашей... Еще, наверное, есть много вебинаров у нас, наверное, еще. И, наверное, статьи исследований. Ты предвосхитила то, чем я хотел сказать, но, тем не менее. Значит, у нас есть... Сколько мы, по-моему, 2008 года мы ведем? А, собственно, с первой юзер-экспириенсом мы начали этим заниматься. 140 вебинаров приблизительно на разные темы, начиная с того, как проводить исследования, и заканчивая тем, какие ошибки есть. Типовый магазин, и во всем остальном. Честно, я на память, на гугл-группах ничего не могу... Не вспомню, как это выглядит. Значит, если вы зайдете на userexperience.ru slash webinars, то вы там увидите некоторое количество этих вебинаров. Сразу хочу отговориться. Поскольку мы их производим как пирожки, при этом не особо сапожник и сапог. Понятная история. Лежит где-то прототип сообщества и конференций, и всего остального. То есть, в сих пор не нашелся программист, который его реализует. Не нашелся дизайн, который его отрисует и так далее. Значит, здесь могут быть не все вебинары. Поэтому самый простой способ увидеть видеозаписи этих вебинаров, это смотреть либо сюда, либо в ютюбный канал изобили тела. А где до сотни, которые меньше ста? До шестидесяти, я бы сказал, в гугл-группе. Потому что даже на ютубе до шестидесяти в гугл-группе, из шестидесяти до ста двадцати, по-моему, или там ста десяти вот здесь, вот остальное, оно не всегда сюда постится. Просто поясню, нет выделенного человека, который бы этим занимался. Поскольку этим занимаются первые лица компании, у них времени, в общем, хватает ровно на то, чтобы выйти в уфе. Ну ладно. Вот это вот все позволит это улучшить когда-нибудь и может быть. Короче говоря, еще вопросы по предмету, собственно, самому customer journey, не касающихся вопросов персонажа. Есть? Какие проблемы можно столкнуться? Закопаться. Первая проблема – закапываемся. Вторая проблема – берем слишком широко. А? Берем слишком широко. Третья проблема – начинаем думать не о том. В чем именно заключается не о том? Еще раз. Customer Journey – это метод, который показывает картину взаимодействия с нашим сервисом или системой, или продуктом. Если мы начинаем обсуждать, что на самом деле нашего сервиса, системы, продукта нет, это не сюда. Это другое место. Вот. Поэтому всегда себя лучше ограничивать какими-то задачами, которые мы хотим с помощью его решить. И здесь ушедшей Оксаны был вопрос область применимости. Два больших класса применения этой истории. Первое, для чего это и было создано – это анализ существующих вещей. Берете вашего заказчика, неважно внутреннего, внешнего, понимаете приблизительно понятку, где возникает система. Не надо так подробно, как мы это делаем. Достаточно очертить понятку. Более детально берете тот кусок, в котором, собственно, возникает ваша история. И туда уже там раскапливаетесь. С барьерами, с ожиданиями и совсем остальным. То есть, вот эта вот история, то есть, что контакт, ожидание, ожидание, барьер, стимул, она может быть у вас даже на странице. А может быть на куске странице. Ну, то есть, где-то уровень детализированности объявляйте сами. Значит, и вторая история, для которой я очень люблю это применять – это проектирование нового. В чем это, как это делается? Это делается следующим образом. У вас на входе есть только вот это вот. Да? Начальные ожидания, люди и контексты, в которых они взаимодействуют. Контексты – это среда, в которой они живут, там, оффлайн, онлайн, какими инструментами пользуются, где заходят, на каких ресурсах тусуют. И дальше вы шаг за шагом начинаете эти точки контакта сами восстанавливать, проектировать. Вы говорите о том, что, поскольку он в онлайне мало, присутствует, мы ему должны поставить оффлайновую штуку. Поскольку он плохо работает с браузером, ему нужно дать телефонный контакт. А для этого надо договориться с мобильным оператором на коротком номере. А с этого короткого номера его нужно переводить еще куда-то и так далее. Мы проставляем эти вещи, тем самым создавая новый сервис. Понятно, что здесь мы вольны в этой точке контакта сами снимать те барьеры, которые у нас возникают. Конкретный пример конструирования из области интерфейсов, когда мы прорабатывали вот эту штуку. Правда, мы ее вот так детально не расчершивали. Систему мы для профессиональных использовали бухгалтерами. Мы прописали историю рабочего дня этой женщины, бухгалтера. А там их было шесть групп. И дальше в эту историю дня встроили наше решение. Поняли, в какой момент рабочего дня оно не возникает, с чем оно к нему приходится, с каким качественным бумагом, в каком порядке они в нее лежат. И так далее. И систему разворачивали. Мы сидели рядом с этим галтером. Естественно, перед этим было исследование, которое позволяло понять, как именно строится ее рабочий день. Это было, там было два, отвечая на ваш вопрос, там было два исследования. Качественные. Мы сидели, наблюдали, как они работают. Потом они нам рассказывали, что они делают. И количественные, чтобы подтвердить, что да, у большинства там похожие рабочие день. То есть мы сначала сняли эту информацию, построили гипотезу, сделали опрос и уточнили, как это происходит. Надо сказать, что, несмотря на кажущуюся тяжеловесность, прикинуть на салфетку и кусочек взаимодействия не так долго. Кейс, о котором я рассказывал. Профессиональная система для бухгалтеров. Само исследование длилось, не помню сколько, но в окрестности двух-трех недель, потому что оно было сложное и двухступенчатое. А вот эта история была развернута за один вечер. То есть основные инсайты были получены, там, за вечер сидения со специалистом, развертывания этой истории, понимания, что там куда. Оттуда возникли, например, идеи с смс-ками оповещения о том, что что-то пришло. Потому что она не все время у компьютера, а ей важно это, ну и так далее. Оттуда же возникла, например, идея, другой проект, корпоративный интернет-банк. Возникла идея, что они в нем решают задачи не только банковские, но еще и взаимодействие со своими клиентами. И поэтому если из интерфейса интернет-банка для корпоративных клиентов вы можете выслать инвойс сразу, это вдвойне хорошая история. Им не нужно открывать кучу окон, а банку есть возможность на своем фирменном, с нужным телефоном, по которому ПЗ, да, отправить это сразу тому, до кого он, может быть, по-другому бы не достучался. Потому что контрагент может быть человек, который никогда не знает о существовании этого банка. И вот такие вещи, они будут подсюда в лекарство. Главное не заиграться, да, в любой инструмент. Все есть яд и все есть лекарство. Ваша задача сделать это лекарством, а не ядом. То есть выбрать правильную дозировку. Еще вопрос. Окей, тогда у меня к вам просьба. У нас, наверное, осталось еще какое-то количество лекарства бумажек. У меня просьба, чтобы вы написали там любой контакт, по которому с вами можно срезаться. Это может быть Asper, Mail, Twitter аккаунт или еще что-то. И наклеили на это щит. Нужно брать право здесь. Это нужно для того, чтобы я по этим адресам разослал ссылку вот на это и на некоторые другие материалы, которые вам могут быть полезными для работы. Спасибо большое. С вами был очень приятный работой. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.